Ну вот где мы были раньше, это все было не то. К этому относятся как к работе. У Давида, как сказать, аура здесь другая. У нас с каждым разом ребенок сюда сам хочет идти. Егор сразу к Давиду идет. Никуда сразу к нему. Я не знаю, как это объяснить. И у нас улучшение сразу за две недели. В природах это была родовая травма. Она себе не проявляла, ну, где-то, может, год, до года, до полтора, как они начали ползать, и она начинает пытаться вставать на ноги. Они даже говорили слова папы, мамы, мы все это слышали. А потом начался просто регресс резкий, просто сразу. Мы сначала подумали, что у него со слухом проблемы, потому что он ничего не реагировал, ничего не слышал. Проверяли слух, как бы даже делали операцию, ну, как бы нам сказали, у него в ушах сера не выходит, то есть надо операцию делать. Мы сделали. Ну, как бы ничем не помогло это. В больнице нам тоже ничего не говорили до трех лет. В три года мы пошли на обследование к врачу, к нашему детскому. Мы ему начали рассказывать, что вот мы замечаем, что у него какие-то проблемы, что он то ли нас плохо слышит, то ли у него развитие остановилось. Нам сказал доктор, что он это уже давно заметил. Ну, мы спросили, почему нам ничего не сказали. Он сказал, что все равно раньше трех лет ничего вы не можете сделать. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Долго не могли поставить диагноз правильный, то психическое расстройство, то еще что-то. И только единственный психиатр, краевой, поставил диагноз, что у него расстройство аутичного спектра, то есть аутизм. Это не то, что шок был. Я вплоть до таких скандалов, что начинают уже родители обвинять друг друга, кто в этом виноват. Были такие моменты, как его только не называли, допустим, и дурачок, и ненормальный. Это обидно, конечно, слышать, но это факт, что посмотри, какой ребенок, он дурачок. Мы проходим мимо, у него уже поведение, он может прыгать, может истерику закатить. И когда ты проходишь, они уже тебя за спиной и говорят такие вещи. Ну, поначалу зацикливались, конечно, на этом. Очень сильно это цепляло, даже несколько раз ругался. То есть, ну, а потом, как бы, как мне посоветовали, забить на всех. Мой ребенок со мной, это мой мир. То есть, как, кто относится, какого мнения, мне совершенно наплевать. Я начал в интернете искать людей, у кого такие же точно проблемы. Списался с одной женщиной, она из Казахстана. И давай-давай, вышел на видео Бердавид клиники. Поначалу, конечно, были сомнения. Ну, интернет-интернет, видео-видео. Время был в командировке, длительное. И мне вот это позволило увидеть ее сбеги ребенка. У меня не было 4 месяца дома. Я видел, какой он был до, какой он стал для этих 4 месяца. То есть, ощутимые были результаты сразу. И это вселило надежду, конечно, нешуточную. И мы вот собрались всеми силами, чтобы попасть сюда. А потом, значит, вот так вот, да? Вот так. Опускаешь, поднимаешь. Давай, за. Раз, два. Вот вверх, вот сюда. Раз, два. Да, да, нет, 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 нет. Ну, туда не смотришь. Ну, вот. Позже. Мы до того, как вообще узнали про этот центр, мы еще 3 года по разным ездили. Ну, вот именно вот такой работы с детьми я еще вообще нигде не видел. При обращении головного мозга идет через... Он так, условно, через шею. Когда там зажатый, не испытывался тоже. Как ни странно, врачей у меня дети боятся. Ну, просто не любят белые халаты. Ну, к Давиду они просто, как сказать, они его не то что опасались, они к нему приглядывались. А потом, не знаю, как он с ними общий язык находит. Сразу. После первого уже сеанса все. Лежи, тихо. Не дергайся. Выходим с лечения, он говорит спасибо, до свидания. То есть, все такое он уже может сказать. Раньше такого не было. То есть, начал еще больше, как нами интересоваться. То есть, на нас обращать внимание. Разглядывает глаза, уши, волосы, нос. Ну, вот такое я начал. Больше интерес к нам стал проявлять как-то. Со сном у него здесь изменилось то, что он начал днем спать. После лечения мы приходим домой, он раздевается, идет под одеяло и ложится спать. То есть, такого в жизни не было, как бы, да. Ну, значит, подается лечению. Если хочет отдыхать, пусть отдыхает. Давиду с Юсефу я бы сказал огромное спасибо. Как бы, это люди, которые с Божьей помощью помогают детям таким, да. И мы им очень-очень благодарны, как бы. Мы их никогда не забудем, потому что без них они нам дали надежду, да, на то, что наш ребенок будет полностью здоров. Наверное, в первые дни же попереобщался со всеми родителями. Ну, хотел узнать их проблемы. Я слушал советов много, но брал в голову то, что говорил Давид. И он мне дал понять, что работать надо будет с ним в любом случае. То есть, не так, что там здесь посидели, все, у нас ребенок поменялся в корне. Все свои привычки эти бросил. Нет, так не будет. Жизнь продолжается, как бы. Это все поправимо. И надо работать с ребенком. Не так, что ждать, вот мы сюда приехали, ждать там сверху, что вот в один момент по щелчку там что-то произойдет, да. Сдвиги есть. Но нам еще, как родителям, надо очень и очень много работать даже дома. По уезду отсюда. Ну, вот где мы были раньше, это все было не то. К этому относятся, как вот, как к работе. У Давида, как сказать, аура здесь другая. У нас с каждым, ну, с каждым разом ребенок сюда сам хочет идти. Егор сразу к Давиду идет. Никуда сразу к нему. Я не знаю, как это объяснить. И у нас улучшение сразу за две недели причем. Вот у Егора, допустим, есть в определенных частях черепа водичка накапливается, как называют ее все. Шишки такие образуются. Вот за две недели они вот просто практически исчезли. У него морщины появились, то бишь у него будут здесь две шишки, кожа натянутая. Теперь они исчезли, у него получились такие морщины. Кожа не успела назад вернуться. И он себя стал чувствовать хорошо. Они стали между собой контактировать, как вот все нормальные дети. Нет, глаз, меня глаз не поймает. Вот так вот. Вот, молодец, да. Вот глазки должны вот сюда смотреть. К примеру, раньше не смотрел в глаза вообще. То есть он, когда человек обращается, он мог поднять голову, а взгляд у него был совершенно в другую сторону. Буквально вчера мы с Давидом поработали. Ну как, в основном Давид поработал, я просто присутствовал. Ну, около 20 минут, и уже это дало первые плоды. То есть сегодня, когда мы зашли, я говорю, поздоровайся с Давидом. Он как бы не, хотя, но все равно поднял голову, и целеустремленно взгляд попал именно, то есть на Давида. Все равно ты со временем, вот если ничего не делаешь для ребенка, вообще ничего, он в принципе не развивается, он стоит, ты к нему привыкаешь, привыкаешь, ну кричит он и кричит там. Ну, Давид тоже подсказывает, как нужно с детьми работать. Нужно менять свой подход. Я сейчас дам толчок развитию. Ваша задача как бы подхватить и не давать как бы спуску, ну, в том же направлении идти. Желание появилось через какое-то время вернуться еще раз сюда, для закрепления просто. Неважно, в какой пойдет он, резко мы пойдем на выздоровление, просто хочется еще раз вернуться сюда. Тем, кто не верит, лучше один раз попробовать, чем потом, ну, как жалеть, что они этого не сделают. Пойдем на выздоровление, пойдем в коррекционную школу. Неважно, в каком там направлении, как все дети, или чуть позже, это все равно будет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok